Всем привет, с вами Вандерий, и сегодня мы будем говорить о такой игре, как Блокопс 2. Это третья подборка багов, секретов игры, также тут будут различные мелочи, интересности, так что можете смело писать в комментах, ааа, хватит придираться к игре! Итак, начнём! Когда мы играем за Менендеса, в нашем дробовике в два раза больше патронов. Также Менендес не перезаряжает своё оружие, он просто в определённый момент его убирает, а потом спустя время достаёт уже заряжённым. Также его, как и Мейсона, не сбивают лошади. Этот бинокль взят из первого Блокопс. Клау в ударной миссии проходит сквозь главного героя. Также в ударной миссии «Корабль» нельзя подбирать эти базуки, а жаль, они бы пригодились в борьбе против техники. О, машина из первой Modern Warfare! Даже газеты остались внутри. И что за лажа, как Менендес мог не заметить дуо дробовика? От первого лица мы его тоже не видели. И это очень странно, так как у Менендеса повреждён не левый глаз, а правый. Интересный факт. Если поставить два магазина на дробовик, то главный герой будет заряжать его по два патрона. Также внешне у Спаса сложенный приклад, как в первой части. Но когда мы берём пушку в руки, то главный герой приклад раскладывает. На один выстрел из РПД мы слышим звук сразу нескольких. Вот такой звук должен быть на самом деле. Глазами Рауля граната отлетела от середины дверного косяка. Глазами Вудса от нижней части. И да, видимо Вудс впитал в эту гранату всю свою ярость. Иначе как объяснить, что она одна устроила такой взрыв? Офигеть, эта штука ещё из Ворт от Вар. Ударная миссия в Афгане происходит на той же карте, что и миссия Старые Раны. Вот Мейсон берёт чемоданчик. А дальше правой рукой он прикрывается от солнца, второй держит очки и... Чем он держит чемодан? Зажал между булками? Я блин не знаю. А это что, Фредди Меркери? Небольшая дополнительная сценка у перил. Ну и место Минэндес выбрал, чтобы спрятать эту корму. О, Кати Блэк Копс, какая прелесть! Эээ, на самом деле нет. Эта модель взята из модерва ФР 2, и там надпись БО отсылала к сериалу Поколение Убийц. Также довольно интересно, что по официальным данным, во время вторжения в Панаму погибло 50-60 военнослужащих, а в игре один только Вудс убивает куда больше несчастных панамцев. А Нарьего, как и Фидель Кастро, показанный в первом Блэк Копс, всё ещё жив, и даже подавал в суд на игру, за то, что они так негативно его показали, но суд он проиграл. Возможно, потому что в этой сцене Нарьего бессмертен, вот если бы его можно было убить, тогда да, он бы выиграл суд. И да-да-да, патроны винтовки восстанавливаются автоматически. Если сбить одного из бойцов на входе в базу, то появится надпись «Не стреляйте в своих». И это не совсем соответствует реальности, и... да, я придираюсь к игре. Небольшой секрет в миссии Старые Раны. В этом месте гранаты с лёгкостью прилетают через почву и стену. А при стрельбе из-под ствола, главный герой будет палить с одной руки. Мэйсон даже не будет нажимать на спусковой крючок, выпуская гранаты с силой мысли. Трос, на котором спустился лутс, просто исчез. Помните про третью руку Мэйсона, о которой я говорил в предыдущем выпуске? Так вот иногда при смене оружия она исчезает. Ага, да это же ящик с винтовками и оружием из первого Бокопс! В этом ящике будет лежать наше стартовое оружие, каким бы странным оно ни было. Прикольная 3D-картинка в миссии Ахиллес. В игре присутствует два варианта РПГ, современный и старый, но иконка подбора у обоих вариантов будет со старой версией. Троп с Лазара подсвечивается, как живой. И почему в финальном ролике у Минендеса целы оба глаза? И почему? Игра не объясняет, почему Мэйсон не появлялся 30 лет? Он же Вуцу всю жизнь поломал! Ну что же, на этом выпуск подходит к концу. Если вам понравилось, то вы можете зайти в мою группу ВКонтакте или посмотреть другие мои видосы. С вами был Ванделей, всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok